Мини рекламка твоего канала, если мои подписчики оценивают твои видео прикольно, мне твой одноклассник писал, что ты прикольный чувак, также я зашел посмотрел твои ролики, мне в принципе понравился твой канал, потому держи тебе респект кидаю, вот такие дела. Вот спасибо, теперь я знаю кто такой Кирилл Эванс, вроде неплохой парень, комментарий оставил. На самом деле испытываю чувство стыда, когда смотрю собственные видео, не могу смотреть собственные ролики. Всем привет ребята, меня зовут богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. В раю наконец провели интернет, поэтому я могу снова выкладывать ролики. Целую неделю меня не было и честно скажу, вообще не до ютуба было. Да и на крипторынок я не особо смотрел в эти дни, так, одним глазком. Но мне стало лучше, я даже вернулся домой и теперь готов к труду и обороне. Правда скудная диета не дает достаточной энергии для этого, поэтому не гарантирую ежедневные видео как раньше, хотя я очень хотел бы их делать. Да уж, неделька та еще была, врагу не пожелаешь. Кстати Кирилл, я тоже посмотрел твой канал и в некоторых видео ты говоришь о своем увлечении пончиками и кофе на утро, причем на пустой желудок. Лучше так не делай, будешь страдать потом, я тебя по-дружески предупреждаю, пожалей свой организм. Если у кого есть возможность, скиньте ему это видео, пусть посмотрит и послушает, возможно я спасу ему его нормальную здоровую жизнь. Ведь это самое главное, ребята. Не гонитесь за деньгами, ломая себе здоровье, потом никаких денег не хватит, чтобы его исправить. Прочитал комментарии за последние два дня, даже не мог представить, что мое отсутствие может привести к такой панике, что даже биткоин обвалился. Ладно, знаю, он упал не из-за меня, но это просто шутка. Но все равно биткоин упал достаточно сильно, на 53%. Это означает, что это падение было шестым по размеру в истории биткоина. И если мы посмотрим крайний бычий рынок, то заметим, что таких падений тогда не было максимум на 40%. Поэтому неудивительно, что люди так паникуют. Но чтобы ты совсем не раскис, я хочу показать тебе вот этот скриншот сайта Sentiment Trader. Это что-то похожее на индекс страха и жадности крипторынка, но с более сложным расчетом. Я отметил 4 точки максимального страха на рынке за последние несколько месяцев. Интересно, если мы сравним, я уже сравнил эти точки с графиком биткоина за эти несколько месяцев, то мы заметим, что все эти 4 точки по факту являются очень хорошими точками для входа. Как раз тогда, когда все очень-очень боятся. Я уверен, для многих новичков такое падение впервые. Ты, как новичок, должен был рано или поздно пройти через это. Это как первый экзамен. И это твоя уникальная возможность. В итоге важен только твой дух, сила и внутренняя борьба. И я не говорю об этих вещах со стороны. Каждый мой день – это испытание моего духа и силы. Каждый мой день – это борьба за завтра. Сделай скриншот курсов этого падения. Запиши на диктофон или даже лучше на камеру. Что ты чувствуешь эмоционально и что чувствуешь рационально. Через год тебе это будет очень интересно послушать. И ты сделаешь очень-очень хорошие выводы. А теперь я хочу рассказать о причинах этого падения биткоина, которое привело его цену к 30 тысячам долларам. И они совсем не такие, как ты думаешь. То, что я сегодня узнал, поразило меня просто до мозга костей. Я надеюсь, тебя тоже. И поэтому ты поставишь лайк, когда посмотришь это видео до конца. Мне будет очень приятно. А каналу это помогает расти. Пока я отсутствовал, канал, конечно, затормозился. Но ничего. Итак, создатель и директор Digifox Finance Николас Мертен пишет. Причинами этого падения не были Илон Маск, Китай или другие чудовища, которыми вас пугают заголовки. Настоящими причинами падения являются торговля с чрезмерным кредитным плечом, огромная жадность и, наконец, ослабление восходящего тренда криптовалюты. Итак, Илон Маск является ли он причиной падения? Илон Маск, похоже, просто троллит крипто-сообщество. То ему нравится, то ему не нравится. Очень странно, что его экологическая трактовка биткоина такая резкая и внезапная, и при этом совпадает с тем, что главные СМИ США тоже начали транслировать абсолютно то же самое. Угроза биткоина для климата и экологии. Ух, как страшно. Есть вопросы о том, является ли Илон Маск самостоятельной фигурой на этом рынке после этого. Например, почему СЕК до сих пор никак не предъявляет ему заявные манипуляции на рынке криптовалют, которые вроде как, с их точки зрения, незаконны. В общем, есть о чем подумать насчет Илона Маска. А что же Китай? Китай снова заблокировал криптовалюты? Может, это потенциально спровоцировало падение? Китай банит криптовалюты чуть ли не каждый год. Это у них традиция. 2013, 2014, 2015, 2017, 2021. Ведь в 2013 году биткоин стоил 100 долларов. А сейчас даже после крупнейшего падения 40 тысяч. Уже 41. Очевидно же, запрет биткоина в Китае вообще никак не влияет на эту криптовалюту в долгосрочной перспективе. Может быть, есть какие-то другие причины? Сейчас, например, модно хаять концепцию Proof of Work, и что она сжигает электричество столько, что вся планета в ужасе. Такие заголовки пишут обычно люди, которые либо не понимают биткоин, либо какие-то влиятельные фигуры стараются выгнать нас из биткоина любыми способами. Биткоин невозможно контролировать до тех пор, пока 51% существующих монет не окажется в одних руках. Может, в этом заключается план? Это валюта, это цифровые деньги. И эта виртуальная финансовая система начинает всерьез беспокоить власти. Ведь не очень понятно, как оборот тех же биткоинов можно контролировать. И еще, не превратится ли вся эта история в очередной финансовый пузырь, который рано или поздно сдуется? Какие флешбеки из 2017 года? В 2017 году биткоин тоже был финансовым пузырем, который сдуется. Что ж, для меня и это не является чем-то таким, что должно спровоцировать такой огромный скачок вниз для цены биткоина. Я уже не раз говорил, что кредитная торговля плохо отображается на курсе биткоина, да и на других криптовалютах тоже. Когда начинается цепная реакция ликвидации позиций трейдеров, цена может очень резко измениться. Это называется сквизами. Вот и на этот раз совокупность этих трех причин, чрезмерная кредитная торговля, огромная жадность и ослабление восходящего тренда вместе привели к такому результату. Такая совокупность в прошлом бычьем рынке приводила к падениям до 40%. Но это не самое безумное на самом деле. То, что меня поразило больше всего, это то, что в ночь с 17 на 18 мая был опубликован этот интересный пост на одном форуме. Его автор представился инсайдером и рассказал о скоординированном падении биткоина, которое планируется в ближайшее время для ликвидации позиций холдеров. Для этого в информационном поле, по его словам, будет транслироваться массивная кампания по раздуванию паники и страха. То есть, конечно же, ФАД. Вот что он пишет. Привет, ребята, с вами инсайдер. Для тех, кто не занимается ерундой, но обращает внимание на важные детали, скоро будет объявление из Китая. Не могу раскрыть всю картину. Также не могу сказать, на какую компанию я работаю. Но она очень-очень огромная и работает с Китаем. Цель сегодняшних СМИ, кроме транслирования ФАД, является попытка опустить биткоин как можно ниже, до 7 часов утра по восточному времени. Сначала будет скоординированная распродажа, чтобы сбросить цены до определенного уровня и ликвидировать позиции конкретного биткоин-холдера. Не могу сказать, кто он, но он массивно скупился на просадке, которую сам же и спровоцировал в свое время. После ликвидации по плану выкуп всех резервов и оставить его банкротом. Так что ожидайте большой просадки. Ради интереса я решил проверить вот этот график. Это график вывода биткоинов с бирж. И посмотри, как раз около 7 часов огромный всплеск этого графика. Что означает, что в этот момент кто-то очень крупный выкупил эту просадку, которую сам же и создал, судя по всему. Мне даже как-то жутковато стало. Сам суди 7 часов и 7 часов. Это не может быть совпадением. Какие-то разборки крупных игроков. На этом же форуме мы находим и комментарии под этим постом. Вся эта переписка случилась еще до того, как это падение произошло. И вот что здесь мы находим. Мы находим все те же слова от анонимуса, который пишет. «Я инсайдер, которого вы ищете. У меня мало времени. Все происходит согласно плану». Далее он добавляет. «Ожидайте 30 тысяч долларов. Это гарантия». Что ж, биткоин падал до 29 тысяч 996 долларов. То есть практически 30 тысяч долларов. Идеально. Точно. Напоследок я хочу показать еще два позитивных момента для биткоина. Первый. Это не первый, это второй. Первый вот он. Это индекс относительной силы для биткоина. Сейчас он достиг минимальных значений за этот год. И это четвертая такая точка в этом году. Как мы видим, после того, как индекс относительной силы падал до этих точек, происходил восходящий тренд биткоина. Поэтому и сейчас эта точка указывает нам на то, что грядет массивный отскок цены биткоина. Точнее, он уже, кстати, начал происходить, пока я возвращался домой из больницы. И, наконец, ребята. Никакие новости. И технические индикаторы не отменят фундаментальных основ биткоина. Биткоин – это надежность. Неподверженность цензуре. Биткоин – это деньги, которые не требуют разрешения ни банков, ни правительств, ни каких-либо других третьих лиц. Так будет всегда при цене в тысячу долларов, 30 тысяч долларов, 60 тысяч долларов или даже миллион долларов. Биткоин, в конце концов, это твоя свобода от раздутого, перегретого, сжигающего твои сбережения инфляционного мира. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся. И обязательно, Богатей. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!